Сегодня 31 октября, Международный день экономии. И что-то подсказывает, мы еще пока чужие на этом празднике, сохраненной лишней копейки. Хотя лишней она не бывает никогда. Сейчас правительство нам уже не намекает и не подмигивает, а говорит прямо. Отныне день бережливости будем отмечать с понедельника по воскресенье. Каждую неделю. Давайте об этом поговорим. Здравствуйте, меня зовут Евгений Горин. Казалось бы, стимулов для бережливости хватает. Это почти как диета. Полезно для здоровья и кошелька. Но, как говорится, за чужой счет пьют и трезвенники, и язвенники. Даже во вред себе, не говоря уже об общественной пользе. И если спросить нас, умеем ли мы экономить свет, воду, электричество, то, положив руку на сердце, ответ будет отрицательным. А если сравнить с Англией, где какой-нибудь мистер моет посуду в мисочке, а не под льющейся струей воды, то мы и вовсе транжиры. В Беларуси счетчики воды стоят далеко не у всех. А в Германии тепло батарей каждый жилец регулирует сам. В Европе все давно поставлено на счетчик. Не пора ли и нам? Расходы на жилищно-коммунальные услуги составляют в Германии в среднем ежемесячно порядка 2 евро за квадратный метр. В конце года производится перерасчет фактически использованных коммунальных услуг в соответствии с показаниями счетчиков. Тариф белорусских ЖЭСов на техобслуживание 1 квадратного метра 500 рублей в Казахстане 1 евро. 500 белорусских рублей это почти 5 евроцентов. Почувствуете разницу? Конечно, в этом уравнении есть много составляющих. И в Германии они одни, а в Беларуси другие, включая уровень зарплат. Но речь о том, что у нас в стране практически не умеют экономить. Ну, хотя бы как немцы. А для них это все-таки роскошь. Забыть не выключить свет, выходя из комнаты. Сейчас в мире на полном серьезе обсуждает возможность полностью отказаться от ламп накаливания. По-другому привычные нам лампочки Ильича. Она потребляет энергии больше, чем люминесцентные. Во многих странах их уже не продают. Вот вплоть до таких мелочей доходит дело экономии. Мы от всего этого никуда не денемся. Уже, кстати, принято решение о введении дифференцированных тарифов на энергоресурсы. Проще говоря, к 2016 году тарифы на электричество вырастут где-то примерно в 2,5 раза. Так что самое время учиться щелкать выключателем. На данный момент белорусы возмещают тарифами 39,6% стоимости электроэнергии. К 2016 году будет 100% восполнение населением стоимости электроэнергии. Белорусы оплачивают лишь 21% реальной стоимости жилищно-коммунальных услуг. Слишком большие дотационные нагрузки несет бюджет. Сложившийся в стране механизм оплаты коммунальных услуг является безусловно социально щадящим, но для отрасли экономически разрушительным. Одновременно с дифференцированной оплатой услуг ЖКХ для населения в обществе развернулось еще одно большое обсуждение. Обыватель сидит на сайтах госзакупок, изучая служебные траты слуг народа. Известно, что красиво жить не запретишь. Пожалуйста, живи за свой счет. Но если речь идет о шике за счет народа, да еще не в самые простые для экономики времена. В общем, интернет огрызнулся на чиновничье желание приобрести для служебной цели «Слишком дорогое авто» или «Моднейший пятый айфон за счет бюджета». Пользователь ФИД. Уважаемые чиновники, жаждующие пятый айфон, вы же отбираете хлеб у таких производителей, как Промсвязь, Снами и им подобным белорусских компаний. Поддержите отечественного производителя. Покажите пример простому народу и любовь к белорусским товарам. Глядишь, и качество улучшится. Пользователь Майк. Я не против Ауди, Мерседесов и БМВ с госномерами. Главное, чтобы толк был. Но на какие шиши, спрашивается. Привлек инвестора, создал рабочих мест на 10 миллионов долларов, налогов с зарплатой не ниже средней по стране. Пожалуйста, получи машину за 100 тысяч долларов. Создал на миллиард, хоть вертолет покупай. А бюджетные деньги можно потратить с большим умом. Школы, детсады, медицина. Или лишнее завелись некуда девать. Пользователи Горешка. А кто оплачивает эти 130-140 миллионов рублей таможенных пошлин за иностранное авто? Разве это не недоплаченные зарплаты, недовыданные пособия, недостроенные дороги, недоразвитая инфраструктура вверенного района? Или эти средства лишние? В общем, все просто. Зачем плодить классовую ненависть к таким вот слугам народа на машине, купленной в непростой экономический период? Скорее для понтов. Никто не говорит о том, что ответственный государственный начальник должен ездить по делам на велосипеде или пользоваться примитивной связью. Речь об излишествах, которых быть не должно. Бережливыми и экономными сегодня надо быть всем. Итог говорю дяде Васе и большому чиновнику. Ведь насколько легче последнему будет объяснить на встречах с народом, что нужно все-таки беречь бюджетные средства, если на нем будет не костюм от Бриони, и не машина в стиле «любой каприз за народные деньги». Неудивительно, когда под впечатлением от таких встреч люди становятся сталинистыми и готовы за любой колосок с общего поля рвать на части. Сегодня Европу трясет от нехватки денег. Правительства Испании, Греции, Великобритании, Италии думают над тем, где и на чем сэкономить. И это там, обратите внимание, где вода понапрасну не капала. Но наши люди, воспитанные социализмом, привыкшие жить за общий счет, с трудом расстаются со старыми привычками. Вот огляните в соседнюю комнату, там нет никого, а свет горит. Пришло время выключать. До свидания, еще поговорим.